здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос зачем бог стал человеку возвращаемся в рай к даму иеве как говорит максим исповедник в принципе здесь он согласен со всеми отцами и афанасий великий что мир создаваемый богом в результате отделений разделений тьмы цвета воды от тверди птицы рыб от воды питающих от птицы рыб с человеком мир духовный мир земной человек делящийся мужчина женщина должен было объединить в себе все расстоящееся естество человек объединить весь мир земной ангельский в себе и дать этого дар богу и был бы бог всяческое во всем любви единением благоденствия абсолютно счастье людей было бы немало хотя образ увеличение рода человеческого нам конечно непонятен и неизвестен потому что это дебилость наших тел сегодняшняя материальность все-таки это следствие грех падения адам был несколько иным по своим физиологическим характеристикам но что-то пошло не так думаю вы знаете что и адам попал в рабство дьяволу человеку ненавистнику из кони он извратил его физическую природу и результате грех падения смерть вошла в жизнь человеческую книг это лекарство от превращения человека демона и после смерти человека душа всех людей шла туда кому она присягнула кого она стала слушаться кого ты слушаешься того ты раб рабство дьявола попало человечество как бы человек не жил он шел в ад снидук сыном ему сет в ад говорил правчица яков а пиосе прекрасно поисей авраам соломон давид великие праведники древность працы все после смерти шли в ад да было лона авраамова такое некоторое место если хотите где праведники не мучились но и не могли быть богом ведь если бы кто-нибудь из праведника ветхого завета мог быть с богом по смерти то иначе зачем вот это все рождение крещение страдание распятие воскрешение если был другой путь не было другого пути да что-то там непонятное с пророком или ей где-то между небом и землей в теле вознесенный вечность и в теле он сойдет когда придет антихрист будет проповедовать и будет уже умершлен так как и все но другая тема надо было что-то делать надо было человека из рабства дьявола позволять и день человек как бы праведа не жил не мог преодолеть этого рабства не мог никого не себя спасти не других но жили правильно надеясь на то что господь исполнит обетование данная даму в семя жены сотрет тебе главу и вот семя жены иисус христос истинный бог истинный человек рождается для того чтобы стереть эту главу и взять человечество из рабства дьявола а как сойдя человеческой душой в ад ибо бог воплотившись принял на себя все человеческое естество ибо что не воспринято то не врачовано дух душу тело и переставая при этом быть богом богочеловеком о гробе плотский в одежи с души яка бог в рыжий с разбойником на престоле было си христе с отцами духом вся исполняй неописанное так таинственно говорит церковь не поймаю не понимаемым для нас люди материальных во времени живущих вот это вездесущая бога бог воплощается из человеке поживем полная благодати и истины учит нас о том как жить так чтобы с богом быть и умирает как человек по закону куда идет душа человеческая вот от есть что место где нет бога и в этом суть страданий суть страданий людей воду находящихся отсутствие источника жизни ты живой мертвец это страшно это ужасно это можно подобить черви неусыпаемому жук зубам скрежетающим и огню неугасаемому в принципе кто кого-то ненавидел кто жаждал мести кто был предан что-то подобное ощущение кто ревнует он уже в аду то всем недоволен он тоже филиал ада периодически открывается в наших семьях наших душах то тут то там есть к сожалению у нас опыт приобщения к нему но слава богу есть опыт приобщения к царству божьему мы бы не сидели бы с вами не говорили бы бы нас не слушали если бы не был этот опыт благодати вашей жизни опыт настоящего богообщения так вот человеческой душой господь сходит в ад от принимает человеческую душу христа ликует и перестает быть местом где бога нет где твоя смерть жала где твоя от победа и не может сдержать самого бога бог воскрешает себя человеческое тело нарушает законы смерти изводит душу человеческую из рук дьявола принеся себя в жертву жертву скупительную адам был справедливо дьяволом отобран изъят из мира божьей благодати а душа христа была взята дьяволом несправедливо он не совершил греха ни единого дьявол нарушает свои принципы свои законы жаждет эту праведную душу он видит что что-то не то вроде бы как от божественная сила не может до конца поверить что бог станет человеком муравьишкой тараканчик с точки зрения дьявола это немыслимо что то есть то ли бог то ли не бог искушает его пытается понять его силу и мощь остается посрамлен и ждет ждет падение христа искушает его даже через петра но христос не пробиваем и все равно он получает эту душу несправедливо и несправедливость на несправедливость господь сбирает души всех кто хочет быть с ним все а допустил вы скажете бачка а что ж вы до сих пор на каждой проповеди нас тут адскими муками пугаете каждого пустил если до воскрешения христа все души шли в ад автоматически теперь это опция нашей жизни хочешь жить в аду без бога милости просим а не хочешь хочешь быть со христом пожалуйста двери открыты вестись водой духом будь верен христу люби его и людей нету детерминизма нету никакого рока предопределенности не превращай жизнь свою и жизнь других людей в ад на земле и не будешь в нем по смерти стремись к богу ползи к нему беги будешь не имеет намерение имеет этот вектор направленности жизни вот потому бог стал человеком чтобы за нас сделать то что мы не смогли стать вторым адамом сделать то что не смог адам первый соединить в себе бога и человека мы через крещение принимаем плоды этого подвига через крещение вот и в причащении тела крови господней являем себя исполнителями этого предназначения к святости к богообщению начинаем жить в царстве божием еще здесь находясь в телах ожидая его по смерти наших тел и гряди господи иисусе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео